Есть что-то мифическое в столкновении со смертью. Я никогда не видел себя как особо одаренного. Мое преимущество в том, что я готов умереть в процессе приобретения навыка. Мне плевать, что я боюсь. Я все равно это сделаю. Хочешь парить – учись у тех, кто умеет учить. Привет, с вами Эван. Я верю в вас, а этот канал создан для того, чтобы шаг за шагом привести вас к успеху. Сегодня мы доберемся опыта от одного из лучших учителей. Это Уилл Смит и его советы, меняющие жизнь. Наставляй меня, Уилл. И совет номер один – решайся. Это был не просто банджи-джампинг с вертолета. Это был прыжок в Гранд-каньон. И когда я был наверху, и вот я прыгнул, я осознал, что это и весело, и захватывающе, и что есть что-то мифическое в столкновении со смертью. Потому что пока мы смеемся, пока мы способны радоваться, мы способны эмоционально противостоять смерти. Сейчас мне 50, и я своего рода пришел к тому, что ты обязан быть способным решаться. Обязан быть способным действовать. Относительно того, о чем ты мечтаешь, ты просто обязан действовать. Относительно любви, которой хочешь, жизни, которой хочешь. И когда я еще был наверху, инструктор сказал мне, единственное, что сейчас может тебя ранить, это если ты так и не сойдешь с посадочной лыжи. И еще он сказал, тогда нам придется отцепить этот канат, а весит он под 100 килограмм. И когда мы это сделаем, пути назад не будет. Нерешительность – это то, что способно запороть все ваши шансы на осуществление мечты. Не стойте посередине. Момент толчка – это чистый животный ужас. Но момент падения, когда ты уже летишь, ты понимаешь, пути назад нет, и нужно как-то с этим справиться. Так же, как и в жизни, тебе не за что уцепиться. А мы всегда стараемся уцепиться за что-то, за идею, за человека. Но ничто тебя не удержит. И нам нужно просто приспособиться к свободному падению, зная, что все произойдет как должно. Жизнь, знаете ли, в принципе, штука опасная. И единственный способ наслаждаться ей – это прыгнуть и быть свободным. Совет номер два – не дай себя обогнать. Твой первый успех пришел с сериалом «Принца из Беверли-Хиллз». А затем начались фильмы. Я, кстати, забыл, что плохие парни вышли перед Днем Независимости. Но День Независимости, конечно, стал бомбой. Как был тебе переход от простого актера до самого популярного актера Голливуда? Вообще, это было моей первой настоящей целью. Если говорить о целях в принципе. Я хотел стать самым крутым актером в мире. До этого момента для меня все это было больше весельем. Мы что-то делали, дурачились, и это стало успешным. Но именно с того момента я начал нарабатывать навыки. В довесок к моему таланту. Я всегда воспринимал навык и талант раздельно. Потому что с талантом ты рождаешься. И есть вещи, которые ты просто способен делать естественно. У тебя есть дары, и все само получается. Но навык приобретается через дисциплину. И я никогда не видел себя как особо одаренного. Мое преимущество в том, что я готов умереть в процессе приобретения навыка. Когда мой одержимый разум накладывается на одержимый трудоголизм. Точно, это про меня. Удивительно тошнотворная рабочая этика. Точнотворная рабочая этика, сто процентов. Для меня стремление стать кинозвездой стало первой вещью, которую я настолько захотел. И направил, чтобы стать как Шварценеггер, Сталлоне, Брюс Уиллис. Как все они вместе. Потому что, когда я смотрел на других актеров, то видел не так уж много людей, которые делали что-то, что я чувствовал невозможным для себя. Когда я смотрю на других и вижу какие-то вещи, у меня нет ощущения, что я так не могу. Да, я могу сделать это иначе, но у меня нет чувства, что я не смогу. Совет номер три. Совершенствуй себя. Улучшение жизни других стоит во главе всего, что я делаю. И я понял, что улучшать жизни я могу только постоянно улучшая себя. И каждое утро, поднимаясь с кровати, я понимаю, что я не все в мире исправил. Так что всегда есть чем заняться. Я наткнулся на одну интересную цитату Сиддхартхи Гаутамы, Будды. Он сказал, хороший человек встает каждое утро и пытается опустошить океан половником. Я же разумный, образованный человек, и я задумался, что же такое половник. Я полез в свой айпад. Так, половник... А, это ложка. Это большая ложка, отлично. Для супа. Ложка для супа. И я подумал, при чем здесь ложка? Затем до меня дошло, что пытаться опустошить океан ложкой, это схоже с менталитетом, когда ты просыпаешься каждый день, чтобы улучшить весь мир. Поэтому я постоянно стремлюсь к тому, чтобы развивать свой разум, развивать свой дух, заботиться о своем теле, чтобы давать другим людям любовь наиболее эффективно, раз я способен это делать. Совет номер четыре. Не дай страху остановить тебя. Мои родители провезли меня через всю страну. Мы поехали в Калифорнию на семейную встречу. И они привезли нас к Гранд Каньону. И помню, оказавшись там, я испытал глубочайший восторг от того, насколько там было красиво. Но я дико боялся подойти к краю. Вся моя семья, мои братья и сестры стояли на краю, а я стоял подаль, ужасаясь приблизиться к этой красоте. А если ты боишься, ты не сможешь воспользоваться шансом, необходимым для осуществления твоей мечты. И это засело в моей голове. Мне плевать, что я боюсь. Я все равно это сделаю. И совет номер пять, заключительный перед нашим специальным бонусом, развивай самодисциплину. Один парень подошел ко мне вчера вечером и такой «Хэй, Уилл, я хочу быть таким же активным, как ты!» Иногда люди говорят мне «Чувак, ты так вдохновляешь меня!» И все такое. Но я тут сидел, и меня осенило. 99% говорящих подобные и не собираются делать все возможное, чтобы осуществить все свои мечты. Морские пехотинцы говорят «Все хотят попасть в рай, но никто не хочет умереть». И это именно так. Путь к любой мечте всегда лежит через самодисциплину. Даже что-то настолько простое, как еда, вкус, связано не столько с вашим телом, сколько с вашим разумом. И оно получает команду от вашего разума, чтобы иметь возможность выбрать лучшие для вас действия. Но каждый день мы выбираем действия, далеко не являющимися лучшими для нас. И если мир начинает атаковать вас, бороться с вами, подавлять вас, что делаете вы? Готовы ли вы сами себя мотивировать на достижение цели? Самодисциплина – центр любого материального успеха. Вы не способны выиграть борьбу с миром, если не способны побороть собственный разум. Далее вас ждет специальное бонусное видео от Уилла о том, как фокусироваться. Думаю, оно вам понравится. Но перед этим наши три ключевых вопроса. Пора переходить от просмотра видео к реальным действиям в вашей жизни и бизнесе. Так что ответьте для себя на эти три вопроса, а если не трусите, оставьте свои ответы в комментариях. Поехали! Вопрос номер один – в какой сфере вам нужно начать развивать самодисциплину? Номер два – какому страху вы больше не позволите себя останавливать? И номер три – в чем вы собираетесь улучшить себя сегодня? Я осознал, что достичь уровня успеха, которого я хочу, очень сложно, распыляясь на много занятий. Чтобы стать звездой мирового масштаба, а именно этого я и хотел, ты должен быть одержимо сфокусирован на своей цели, чтобы достичь этого превосходства. Помню, как я смотрел «Звездные войны» в кинотеатре и просто не мог поверить. Этот фильм заставлял меня вжаться в кресло. Его креативность ошеломляла меня. И я понял, что, чтобы так затрагивать людей, так их впечатлять, ты просто обязан быть сфокусирован всеми фибрами своей души, сердца, творчества. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok